И вы будете делать. Я пока запишу. Сейчас его послушайте, пожалуйста, вниматель. Об пол или подбросить? Можно подбросить об пол левой, правой ручкой. Одной рукой. Допустим, выбрасываете на... Наряете мячик об пол, другой рукой вывести. Сверхключите. Простаете. Сверху внизу. Кто уронил, одно отжимание. Кто уронил, одно отжимание, Руслан, да? Мишаня. Допустим, если вы стоите, набиваете, не так, чтобы вы ходили вместе с ним, чтобы он вас ушел. Не черкаться, да, не дергаться. Потому что у вас прилетел сюда, потом прилетел вот сюда, и вы за ним ходите. Нет, перед собой, чтобы у вас он ровненько, вниз, вверх. Потому что сейчас потом переводится... Одно отжимание, молодец. Руслан, ну давай грудью до пола. Братья... Нет, грудью до пола. Мишаня, давай, грудью до пола. Спокойненько прям. Одно отжимание всего лишь. Раз. Красавчики, да, и дальше делаете, да? Это пока один шарик. Потом Сергей Сергеевич вам три даст. Да, вы посмотрите как. Один раз саппул, несколько раз подбросили вверх. То есть пробуйте. Да, разные варианты есть бросков, когда вы делаете. Вы можете подбросить так, через ручку взять, да. Можно подбросить, вот так схватить. Можно подбросить, вот так схватить. Да, давай. Уронил по чесноку, одно отжимание. Допонтовался. Как? Допонтовался, докрасовался, да? Уронил одно отжимание. Уронил одно отжимание. Руслан, братух, мне кажется, сейчас расплачешься. Ну что такое, русля? Руслан, ну потерпи. Ну что случилось? Ты хочешь лачгейнер крутить? Нет? А что ты уже ничего не хочешь крутить? Ну что случилось, брат, рассказывай. Что случилось? Ты устал? У меня ноги болят. А где ты их загрузил ноги? Вот здесь. У меня все болит. Все болит. Ну, четырех. Смотри, если ты прям очень устал, ты можешь спокойненько передохнуть, или прям вообще если сил нет, как отдохнуть, ты можешь сказать, Сергей Иначе, я до дома. Ну это будет как бы показатель, что ты сдался. А лучше не сдаваться. Вот сейчас смотрите, парни, Серега, брось, пожалуйста, мячик. Да. Вот смотрите, например, побросали вот так. Побросали вот так. Побросали вот так. Да. Побросали вот так. Пробуйте, да, разные варианты. Один раз уронил, один раз отжался, да. Пробуйте, пробуйте, да. Все из-за Русланчика. Самое главное найти крайнего, да, кого-нибудь? Кто будет крайнего? Руслан? Руслан, терпи, братан, терпи, терпи, терпи. Рус. Что, пять минут передохнем? Что ли, Сергей Иначе? Смотри, Руслан, если ты устал, Русланчик, если ты устал, братух, ляжь на пол, ножки на стеночку положи. Вот тебе ложись на пол. Если ты устал, ты можешь отдохнуть. Можешь рядом со Светланой Олеговной лечь на пол, и она тебе почитает вслух. Книжку она читает, да. Будешь, если прям очень устал, пять минут можно отдохнуть. В стеночку, да, побросать. А попробуйте из ближнего расстояния. Вот подошли поближе, вот отсюда, 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 и дальше пробуйте отходить. Оп! Тише. Да, только это, эмоции, эмоции сохраняйте, эмоции. Пойдешь там стоял. Уронил, один раз отжаться. Броси, ты не будешь, не меня. Он ударился? Нет. Ты ударился? Аккуратнее, не вот это, парни, аккуратнее. Берегите, пожалуйста, себя и родные. Так, что с письмой? Руслан! А где он? Руслан, где есть рюкзак? Да. Положи, пожалуйста, это мама, до сна заполнится. Я сейчас вложу вот так, аккуратненько. Руслан, иди. Положи, пожалуйста, рюкзачок. А никто не знал, что я вчера забыл? Я забыл. Ты забыл, да, Мишаня? Твоя висит. Так, в рюкзачок положи, не сминай. Мячик не бросай, что ты его выбросил. Один раз отожмешься. Теперь, Сергей Сергеевич, достань, пожалуйста, еще по одному мячику и дай парням два мячика. Сейчас покажем, как будет это выглядеть. А как узнать, что? А, отжимай мне. Давайте так, мячики не терять. Миша, Руслан, сейчас Сергей Сергеевич вам раздаст по два мячика. Посмотрите, что будете делать. Парни, соберитесь спокойненько сюда, подходите. Да, да, да. Пробуйте. Сейчас отжиматься не надо, просто пробуйте. Серега, ты к ним лицом повернись, пожалуйста, чтобы они понимали, что происходит. Вы должны сохранять контроль. Это вам потом пригодится, когда вы будете на перекладине выполнять упражнения. Что, блин? Спокойно, не ругайте, спокойно. Одной рукой закидаете, другой, вы, смотри, вы ловите. Сюда, смотри. Контроль, контроль. Контроль. Вверх надо бросить и об пол. Бросить аккуратно. Кайло, аккуратно. Контроль. А вот это я контролю? Я не знаю. Вот вы попробуйте, как Сергей Сергеевич делает. Попробуйте еще держать ровный ритм. Практически, молодец, да. Вот кто из вас сможет ритм подстроиться, как Сергей Сергеевич, одинаковую ритмингу? Тем более, Миша, если ты занимаешься гитарой, тебе надо научиться бой в ритме держать. Вот, послух, прям, четко, с одним четко получилось. Попробуйте, чтобы в унисон было, да? Чтобы послух. Бум, 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 бум. Бум. Все, сейчас меня, пожалуйста, не отвлекайте. Я должен сделать записи. Мячики не терять. Не терять, не баловать. Они выиграют, они по краю катают, по ободку, по крышке катают мячики, и им нравится это. Как будто гонки, как будто гонки ездят. Сейчас, пожалуйста, сделайте жонглирование. Сейчас Сергей Сергеевич вам покажет, чей мячик укатился вот где-то здесь. Сейчас, пожалуйста, посмотрите, как Сергей Сергеевич будет делать жонглирование. Сначала первое, переброс из руки в руку. Да, 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 все правильно. Руслан тоже смотрит. Да, поехали, делаем. Если вы видите, у кого-то мячик откатывает, помогайте друг другу. Поймать его, подловить, помогайте друг другу, не стесняйтесь. Только не кричите. Друг другу надо помогать, в помощи взаимовыручка. Помните, да, очень важные для людей качества. Как он говорит, Сереж? Сереж, ну ты курс, они его как надо обращаться. Сейчас, парни, запомните, вам Сергей Сергеевич скажет одну вещь, надо... Нет, конечно же, если, допустим, даже если он твой брат родной, лучше все-таки в общественном месте, как обращаться надо к Сергею Сергеевичу? Сергей Сергеевич. Сергей Сергеевич, да, логично, Руслан. Да, можно говорить, Сергей Сергеевич, посмотри, пожалуйста. А потом уже, когда вы на улицу выйдетесь, можно сказать, там, Сергей, как дела у тебя? Но в общественном месте лучше все-таки это вы научитесь, потом очень круто будет выглядеть, когда вы увидите с каким-нибудь важным человеком. И к вам скажут, например, кто-нибудь по имени-отчеству обратиться. Это круто же, круто, когда вы представляете, будете целую команду или свою команду. Парни, попробуйте задачу делать, которую Сергей Сергеевич поставил. Лишним не будет, сто процентов. Так, а в какую сторону теперь? Ты все время в одну сторону, да, давай в другую сторону, так. А что там, сложно? В сложном ничего нет. А теперь давайте, смотрите, следующий уровень, сейчас он вам покажет. Следующий, Руслан, внимательно смотрите, парни, внимательно. Да, 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 только первого. То есть мы один мячик подкидываем, потом подкидываем. У кого правая рука, кто правша, в правую руку, кто левша, левую. Спокойненько. Знаете как, Сергей Сергеевич, сядьте вниз на пол, сядьте прям, садитесь на пол. Чтобы они далеко не улетали, да, вы будете на полу, они как раз вы сможете поймать. И вот спокойненько начинайте жонглировать, да. Что, Мишан, улетел? Давай, отожмись и беги за мячиком. Ой, нет, отставить. А, Мишан и Руслан, да, у вас на пару что ли улетели? Нет. Спокойненько, да. Ну, здесь ладно, не надо прям все время отжиматься, просто попробуйте. Рустик, беги обратно. Давайте вот 10 раз уронится, когда, потом отожметесь. Делает же, могет же, могет. Пробуем, делаем. Сейчас я вас запишу 5 минут и уже начинаем на элементики. Сейчас перейдем. Вы лесенку всю сделали, парни? Да, а вы можете на основу элементы делать? Сначала вы мне покажете, как вы старые сделали, как вы изучили, как вы усвоили. А ланчгейнер-то старый? Ну, если вы умеете соскок с переворотом делать, то он считается уже старый. Рустик, двигайся к пойнам, что ты там отъехал? Руслан, ну что случилось? Ты устал? Да. Сильно? Конечно, устал. Ты хочешь ничего не делать? Ну, так же не бывает, ничего не делать. Двигайся к парням, двигайся, двигайся. Ладно, хорошо, Серег. Серег, знаешь, что сейчас сделай? Мячик под спинку положи, ляжете, покатайтесь. Просто ляжете спиной на мячике. Прям под спинку положите их. Один мячик под спинку, один мячик рядышком. И просто покатайтесь, попереваливайтесь, да. Просто отдохните пока немножко. Я понимаю, что тяжело, отдыхайте. Массажик, да, сделайте. Светлане Олеговне дайте один мячик, пожалуйста. Позвоночник под мягкие тела. Начиная от ягодиц. Ягодицы помните, где находятся? Руслан, может быть больно. Согласен, может быть больно. От ягодиц перекатываете спинка, плечи, шея. Руслан, терпи, браток. Терпи, терпи, терпи. Знаю, верю. Вы должны это как самомассаж. Мишань, залипаешь? Нет. Потягушки сделай, прям потягушки сделай, конечно. О, класс, да? Потягушки у меня сейчас будут. Все, все, прокачивайте. Немножко потерпите, пожалуйста. Сейчас начнем элементы делать. Сергей Сергеевич вам сейчас и отточит, и заточит как раз и лайтгеймеры. А Сергей Сергеевич, он умеет элементы делать? Он умеет дофига элементов делать. Он, наверное, умеет тоже все элементы делать. В детстве, юности мы делали все. Но сейчас в связи с ответственностью проведения занятий, завтра нам фестиваль надо проводить. Мы не будем рисковать, но покажем крутые и научим, поделимся с вами крутостью, которая вам сейчас, она будет самой нормой, самое то. Да, стульчик это самое то? И стульчики, и пистолетики, и соскоки, и подскоки. Парни, если вы сможете продержаться год, я вам обещаю, даю слово, что за год вы будете на уровне веномов делать, ядовитых и прочее, и прочее. А может быть даже покруче. Вот Мишанька Шпех, знаете, да, такого? Кто? Миша Шпех. Ну, маленький такой паренек с веномами, он иногда там бывает, черновоосенький, небольшого росточка. А, да. Круто делает всякие. Тоже, ребята, за два года очень уровень подняли. Руслан, спокойно все. Просто ляжь, полежи, ты ляжь, шарики, положи, мячики, и просто полежи. Если ты устал, ты можешь пойти умыться. Прям дается слово, то что мы... Если вы год, если вы год при условии, я даю слово, что если вы год, прозанимаетесь и будете делать так же, как сейчас делают веномные. Может быть, они через год смогут лучше делать, а может быть, они не смогут делать ничего, и вы будете единственными в городе. Ну, я... Нет, на самом деле много ребят, кто здесь... Прикиньте, у нас здесь занималось, приходило 400 человек пришло. Просто 400 человек мы Сергеем Сергеевичем видели, среди другими ребятами, взрослыми, да, мы видели. Кто-то может сразу сделать. Кто-то может сделать потом. Вот помнишь, парни приходили чуть-чуть постарше вас? Да. Вот они год занимаются. Разве плохо? Ну, да, бывает иногда им не хочется делать, потому что они устают. Целый день гулять, это тяжело. Но когда они в ударе, или, например, в видюшке посмотрите, блин, крутые штуки выполняют. Тоже научились, поделились. Они вспомнили, как это надо делать. А как они вспомнили, если их они даже не... А с рождения ты, Руслан, Светлана Олеговна, Сергей Сергеевич, я, наши родители, мы с рождения все знаем. Но потом в процессе жизни мы забываем это. И вот это знание, оно потихонечку как бы замораживается внутри нас, забывается, да? Но надо его разморозить. А вот именно гимнастика дает возможность эту активации, разморозки. Это знаешь, как вот ты, например, в какую-то компьютерную игру играл хорошо, но прошло несколько лет и чуть-чуть подзабыл, да? Уже какие-то там ходы, действия не очень помнишь. Ну, стоит 5 минут 10 минут поиграть, и что? Заново как бы, да, все помнишь? Вот так и в жизни человека, только у нас чуть-чуть побольше временные рамки. Не 5 минут, а леты, леты идут. Вы рождаете сознанием всего. Наши родители, парни, если бы вы знали, ну не только парни, и девочки, конечно. Если бы вы знали и Света, и все остальные ребята, какие мы на самом деле мудрые. Просто мы забыли про это все. Мы забыли. А это потому, что там сисюкаются, да? Сисюкаются, бебе, меме, лю-лю-лю, пыр-пыр-пыр. Да, и не в природе, а общаемся не с природой. Да, и ребенок, он потом, когда маленький, он бах, в мешанке тебе такую подачу, да, хорошую дал. А потом ребятенок, когда маленький, он смотрит, это козя-базя, он там думает, маманька, ну ты че мне, а он сказать не может. А думаю, мамка, ну ты че ж мне говоришь-то, ема, я-то хочу с тобой пофилософствовать, да. Мне уже там 2 дня от роду, или там неделю от роду, или месяц. А нет, философские эти философские заканчиваются. Так, а теперь смотрите, крутое испытание. Спинку прямо сделайте, и постарайтесь уравновесить точно на темечке мячик, точно. Да, мячик. Два мячика у Миши, два мячика у тебя. Нет, четыре мячика у Русика и маме. Русик, да, и два мячика, Мишаньки. Тихо, 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 не хулигай. Постарайтесь точно на макушке, на темечке. Руслан, ну катни ему, катни мячик. Вот смотри, спинку прямо вот так положите, уравновесить надо. Все, надо дыхание спокойнее, чтобы было. Сначала будет тяжело, но потом вы найдете, найдете эту точку. Точно уравновесить. Спокойненько спинку прямо сделайте. Сейчас я все запишу, потерпите, все запишу и начнем. А склепка это универсальный элемент? Склепка, да, это хороший подводящий базовый элемент. Ты наклонен был, а ты, Руслан, наклонен. Ты назад заклонен, а Миша в сторону был наклонен. Так, Раскин Михаил Дмитриевич, есть такой? А ты знаешь, откуда твоя фамилия произошла? Не знаю, тоже с моей фамилией по всему миру ходит. 365 тысяч человек. Почему ты так думаешь? Ты где-то данные посмотрел? Не знаю. Ясно. Тихо-тихо-тихо, не ругайся, Руслан. Руслан? Руслан Штечков Денисович, да? А ты знаешь, откуда твоя фамилия произошла? Нет. Ну, я знаю, что был какой-нибудь главный в Энгельсе. Был главный в Энгельсе? Да. А куда он делся? Заметь, как мэр. Как мэр? А куда он делся? Серьезно. Он вроде умер. Серьезно? Ё-моё. А он твою фамилию у тебя забрал, что ли? Нет, у него фамилия как у меня была. Я однофамилец. Да. Я понял. Ну, а происхождение фамилии? Вероня моя вроде. Я понял. А, блин, плохо что умер, братан, соболезную. А ты его лично не знал? Ну, бывает. А как его имя? У меня дедушка в Москве живет. В Москве? Ну, почему-то он в каком-то доме живет дальше. Поинтересуйтесь, парни. Миша, не балуй. Поинтересуйтесь происхождением вашей фамилии. Очень интересно. Очень интересно будет. Моя фамилия произошла от казаков. От казаков? Нормально. Это хорошо. От казаков, от татар и от циклов. От всех? Угу. Моя фамилия произошла от богини Тары. Вот видите, как интересно. От кого? От богини. От богини Тары. А-а-а! Четыре. У меня рука помешала. Такой у тебя... А-а-а! Такой возглас был. Ну-ка, Серег, давай свой козырный. Тихо-тихо-тихо-тихо, Рустан. Рустан, не балуй, браток. Не балуй. Надо эмоции сохранять. Парни, не балуйте. Попробуйте удержать мяч. Попробуйте удержать, конечно. Вот смотри, как он сделал. Ну, все в ваших руках. Что, Светик, попробуй тоже. Серега, все, медитация. Сейчас он полетит вместе с мячом. И залетел. Ну, это легко. Красаво, Светик. Голи бы волосы, было бы легче еще. Ну, сложно, в смысле. Только с мячкой лопать. Да, по коже и по лысинке тяжеловато. Так, сделали. Теперь, ребят, следующее. С мячиком, опять же. Сейчас вам надо взять два мячика. Ну, либо один, кому два. Ребятишкам точно, тихо-тихо-тихо. Ребятишкам точно два. И надо на тыльной стороне ладошки вот так удержать. На тыльной стороне ладошки. Пальчики можно приподнять. Руслан, где твой второй мячик? Миша, подай ему, пожалуйста. Не будем. Нет, надо двумя. Не одним, двумя. Руслан, добеги до мячика. Возьми его, второй мячик. Только не балуйся. Русик, можно я поставить по-моему? Нет. Все сложно. Да. Э, мячика. Сделали, удержали. Получилось? Вот, молодец, Миша, Русик, терпи. А где твой второй мячик, Руслан? А мы на каком именно месте держим мячик? Ну, хотя бы на тыльной стороне ладони. Миша, вот, чуть-чуть хитро на пальцах, Мишанька. На пальцах. А на пальцах не легко. На пальцах? Ну, хотя бы на пальцах попробуйте. Хотя бы, да, вот он, смотрите, как он хитро сделал ход. Хотя бы, можно пальчики сделать так, потом соединить, а потом вообще на тыльной стороне ладони. А потом на локотках. Может, получится, на локотках. Тихо, 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 Руслан. Нет, нет, а, на тыльной, да. Ну, ты опять больше на пальцах, да, делаешь? Да. Вот, а можно, интересно, такой прям вот здесь делать, где у нас идет связка, связка. О! Ну, на то молодец, да. Во, вот он нашел решение вопроса. Ну, вот даже... Так, сейчас температуру. Давайте, последнюю минутку делайте, и начинаем. Мне нравится это упражнение. Нравится? Да. Это на успокоение. Да, это медитация на успокоение. Руслан, подойди, пожалуйста, сюда. Я еще взял. Руслан, подойди, пожалуйста, сюда. Дай, нет, не бросай, мячик возьми, отожмись, давай, отожмись разочек. Мячик рядом со Светланой Олеговной, или Мишанькой, или Сергеем Сергеевичем. Вот, вот. Отдай Сергею Сергеевичу, и он сейчас померит вам всем температуру. Все, молодец. Мерная система успокаивает это упражнение? Да, оно активизирует волевые... Это одно из волевых упражнений. Причем здесь воля? Причем воля? Да. Блин, воля это, по сути, клей нашего характера. Нет, при чем тут воля? Если я просто сижу, то я все не двигаюсь. Вот, вот про это я и говорю, что воля, что ты... Хочешь паркур? Как раз, тихо, 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 аккуратно. Всем померил? Как раз из-за того, что ты сидишь в спокойствии, стараешься, созерцаешь себя, внутреннее свое настроение. Вот это и есть. Воля не как свобода. Именно, знаешь, бывает воля как свобода действия, свобода выбора. А здесь именно воля, контроль. А вытяни сейчас руку, Свет. Вытяни руку. Ну, поделай. Ну, ты пробуй, чтобы не упал. Миша, аккуратнее. Ой, отставить, Руслан, аккуратнее. Я аккуратно. А почему вы говорите, отставить? Ну, я же военный потомственный, и у меня это уже на уровне там, внутри. То есть, я, например, сказал, Миша, смотрю на тебя, обращался к нему. Поправиться, да, можно сказать, Руслан, прости, пожалуйста, я неправильно тебя нарушил. Я назвал по имени. Получается. А я просто говорю, команда, отставить, то есть, быстро останавливаюсь. Вот этот поток весь, и сразу говорю, Руслик, не балуй. Молодец, не балуй. Мишанин, молодец. Руслик, отставить. Руслик, отставить. Все хорошо. Сейчас поставь, пожалуйста, брусцы рядом, перекладники поставь. Куда? А вот рядом с покрышкой, с этой большой. Давайте, помните, как вчера мы отжимались? Хватит меня, милю. Кто первый начнет? Русик. Русик, ты первый? Поставь, поставь перекладники, да, у покрышки. Ставь, и начинай отжимание 25 раз. Помнишь, как мы отжимались вчера? Руслан, Руслан, прям их надо к покрышке поставить. Нет, 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 нет. Вот длину к покрышке. Можно залезать, да, но только попробуй каната свой. Сейчас шарик, тихо. Тихо, 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 тихо. Тихо, 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 тихо. Тихо, тихо. На шпагат, и возможный Петер, попробуй на каната прям прям, пам, 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 наверх. Давай 25 раз. Ножки ставь сюда. Ножки ставь сюда. Ножки ставь сюда. этого действия. Смотрите, вот поставил, ножки поставил, вот руки в корпус, на одной линии. А как у тебя бились такие венки на руках? Да у тебя, у тебя, что он как добился? Сидел, выстрагивал. Не, ну они от природы же у всех вены. У нас был кровь вениха. А, ты имеешь в виду то, что на этот парню есть упражнение, если вам нужны такие вены будут, даже вы их можно... Вот такие, ну просто зачем, да, ходи так по улице. Сколько времени? Мелочи есть. Людей пугать не надо, а так это все естественно, кровь идет, ну мы же... Смотрите, все будет у вас, если надо, все будет. Понял? Мышцы, мышцы, мышцы и разные. Пышцы, мышцы. Пышцы, мышцы, да. Смотрите, поставили, ножки вперед, корпус, руки, видите? Вот это получается раз. Не вот так, фук-фук-фук-фук, не, не вот так, а ножки подальше. Вот так вот не надо. Вот так вот надо, вот так вот надо, смотри. Оп, 25 раз, поехали. Ладно, можете помочь, я тебе подружку вот так поднять? А зачем тебе? Куда ее? Ты хочешь куда-то укатить? Тихо-тихо-тихо, попробуй поднять, зайди вовнутрь, спинку прямо, сейчас, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Смотри на меня, встал, сейчас смотри, ручки взял, спинка прямая, взял и поднимаешь ножки выпрямляем. Оп, молодец, тихо, спокойненько. просто просто сейчас у нас он есть покрышки вон у нас есть покрышки молодец поднял условие не бросать с нами девушкой женщина рядом девушка рядом не бросать аккуратно да да но мы потом зима когда будет мы будем играть в грязную катись или например поставим можно покатить 20 точно боишься умеешься не переживать давай давай вот когда вот как задача а если мы были вы погибли аккуратно руки-ноги так сергей сергей светлана посчитай пожалуйста за одним за другим давай еще 25 раз руслан и потом миша почитай пожалуйста ними 20 правильных выполнений михаил наблюдая за русланом 25 раз а ты лишь лишь а тебе 25 отжиманий вот от той покрышечки взрывных а потом вы поменяетесь ножки наверх ложи и пошел красавчик ниже мешали а ты больше отталкивайся прям больше ты прям на ноги вставал давайте без обмана ладно ребят есть 25 раз русских терпи браток терпи вздох выдох сдох выдох рустан вдох выдох качай устал брать и не стал все ручки сбрось ручки сбросить успокойся все давайте поменять местами лично делал давай давай это поменяйте местами с русланом поменять он на отжимание взрывной это вам такая проба немножко все давай только красиво сергей сергей ты понаблюдай за русланом астана олеговна понаблюдает за михаил так у вас по три мяч когда наличие вообще устали терпите парню вчера хорошо позанимались во вчера подзабились сегодня хорошо позанимались русик терпи братан мешали терпи выдох выдох терпи 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 за мам за бабушек за прабабушек за всех любимых сестер женщин всех наших родных за дядек батик но они красавчики своей энергия прет уже вообще энергии прет уперла вообще энергии летела куда-то все нормалек русла сколько разделу 9 10 хорош и тебе хорош теперь сейчас смотрите а сейчас пока сергей сергеевич и слепану олеговна попробуем ваши рекорды сделать я смотрю что вам надо сделать вы спокойненько садитесь сейчас по отдыхать спокойненько сели ножку под поймете как это упражнение делается она супер хитрого не надо здесь ножку поставили если я поставил левую ногу на пол а правую ногу поставим на карточку то левой ручкой я вот сюда завожу и смотрю за спину вот пока не будут делать вот так раз и спокойненько сижу это протягивается да попить ему туалет кому надо сделать сейчас они сделают все поделаешь поднимаешься сергей сергей свободном режиме тоже 25 раз меня не рупаться в другую сторону да и смотришь вот туда и также михаил сделала посидишь одну минутку вот так потом поменять надо живу хотя бы знаешь как тебе надо поближе подождите поближе ручками сюда ножки коленки сгибаем вот сюда и ставь ножку вот сюда упор и спокойненько да раз вот так нормально да молодец михаил да ручку вот сюда это упор вот сюда эту ножку поближе прям вот взгляд туда протягивайся вот так протягиваешься ручку эту ручку вот сюда спинку прям и туда смотришь одну минутку так сидите потом меняете положение протя чувствуете бедро тянется вы можете в этом положении попробовать лечь опять я вас записываю два часа и девчата свет потом мячики вот пакетик брошь там увидишь где кучка целой мечей обязательно протянуться чтобы был здоровый позвоночник что был здоровый позвоночник да сейчас вы доделаете все и это все начнем делать сделали молодцы красавчики сейчас сергей сергеевич на брусьцы светлана олеговна на отжимание от покрышки от пола от покрышки будет лучше потому что сейчас я тебе подскажу как сделать